В интернете есть много мемов на тему, что с возрастом свидание все больше похоже на собеседование. И в каком-то смысле это правда. И женщины мне часто говорят о том, что мне все время попадаются инфантильные мужчины. Как я уже устала от этого! Где же настоящие мужики? И в этом видео мы поговорим о том, как распознать инфантильного мужчину. И если быть внимательной, то такого мужчину можно распознать уже на первом свидании и примерно понять, что с ним вас ожидает в будущем. И первое, на что нужно обратить внимание, что он говорит об отношениях и как он их начинает строить с вами. Допустим, вы познакомились где-то онлайн и пришли на первое свидание, и этот мужчина вам понравился. Но в процессе общения вы понимаете, что он бесконечно говорит только о себе и совершенно не интересуется ни вами, ни вашей жизнью, ни вашим мнением по каким-то вопросам. И уже поэтому можно понять, что дальше так оно и будет. Он все время будет требовать вашего внимания, восхищения, чтобы вы его слушали, говорили, какой он прекрасный. И при этом он не будет видеть вас в этой коммуникации, потому что ему это не нужно. Он так строит отношения. В тот период, когда я была в поисках своего мужчины и ходила на свидания довольно часто, для меня был очень важный момент прояснить, как часто человек менял партнеров, как долго он мог находиться в долгосрочных каких-то отношениях, и как они расставались, по какой причине. И еще очень важный момент, как он говорил о своих бывших. И когда я была еще юная и зеленая, на меня, конечно, действовали разговоры, что вот она была такая плохая, но вот ты, вот ты такая классная, да, я выбираю тебя, и я могла на это вестись. Конечно же, сейчас мне смешно это вспоминать, и если вы слышите от мужчины, какие все бывшие женщины были ужасные, как они им пользовались, как они обманывали, предавали, изменяли. И вообще только вот вы такая прекрасная, прям полная противоположность этим женщинам, то это для вас уже должно стать красной тряпкой, как для быка. Если мужчина отзывается так обо всех женщинах, то это его картина мира, которую он будет стараться подтвердить и в новых отношениях. У него нет другого опыта, у него действительно инфантильный взгляд, то есть он обобщает всех женщин, вот все женщины такие. И если вы видите мужчину с таким внутренним миром, в котором женщины его там предают, где они меркантильные, это значит, что уже через несколько месяцев или через год этот мужчина то же самое будет говорить и о вас. И соответственно низвергать вас с этого пьедестала, на который он вас поставил. И тогда вы станете просто очередным подтверждением его внутренней картины мира. Что все женщины суки, что все они пользуются, никому доверять нельзя и вообще буду жить один. Потому что мужчина, у которого есть не инфантильная позиция, а взрослая мужская позиция, он понимает, что все женщины разные, есть разные типажи, разное наследие, разное воспитание, психотипы и так далее. И мне всегда было интересно прояснить, были ли какие-то длительные, стабильные отношения у этого мужчины, сколько они длились, почему разошлись и не испытывает ли он до сих пор чувств к этой девушке, женщине, смог ли он отпустить и завершить эту ситуацию. Свободно ли его сердце для новых отношений или он постоянно будет сравнивать вас и ее, свою бывшую. И знаете, очень часто эти бывшие, они как-то идеализируются и естественно вы не можете победить в этой борьбе условной. Для меня было очень важно, способен ли мужчина на глубину в отношениях или он холодный, закрытый, до него невозможно достучаться. Мне было очень важно, могу ли я с этим мужчиной общаться по душам, быть сама собой. Потому что одним из признаков инфантильного мужчины является вот эта вот поверхностность в построении отношений. Ему не нужны длительные отношения, глубокие отношения, он скачет по верхам. Ему не нужны там проблемы, чувства, эмоции других людей. Естественно, когда мы говорим о том, что мужчина инфантильный, здесь нужно затронуть и тему отношений с родителями. И посмотреть, насколько он зависим от родителей. Он может быть зависим от родителей эмоционально. Например, он не может сказать нет своим родителям. Например, родители ему звонят и говорят. Так, Вася, значит в субботу мы с папой ждем тебя на даче. Приезжай, будем копать огород. Нам нужно ремонт в доме сделать. Все, папа уже купил все инструменты, так что к нам. И, как правило, такие родители требуют постоянного внимания своего уже взрослого сына, несмотря на то, что у него там есть отношения. И они очень ревнуют его к жене, например, или к девушке. И если девушка тут встает в позицию конфронтации, начинаются проблемы. Когда мужчина инфантильный и у него не прошла вот эта сепарация с родителями, он ставит родителей на первое место. И каждый раз выбирает провести время, там, выходные с родителями, а не заняться тем, что он на самом деле хочет. Потому что он эмоционально с ними не сепарировался. И если он скажет нет, а в его картине такого практически нет, то он не сможет пережить вот этот вот эмоциональный накал вины в своей душе. И вот эта вот эмоциональная несепарированность от родителей, она очень сильно портит отношения с его новой девушкой. Я уже не говорю о том, что если вы видите, что мужчина, с которым вы знакомитесь, он каким-то образом финансово зависит от своих родителей. Они ему помогают, или они ему все в этой жизни купили, сделали, организовали. Даже пусть это будет там хорошая квартира, хорошая работа. Ну вот он так вот сидит и больше ни к чему не стремится. И мужчина, который сильно зависит от своих родителей, он даже может не жениться на вас, потому что мама и папа против. Один из самых ключевых моментов, по которым вы можете понять, что перед вами инфантильный мужчина, это его эмоциональное состояние. Обращайте внимание, насколько он эмоционально стабилен, насколько быстро он заводится, начинает агрессировать, истерить, раздражаться. Какие у него скачки в эмоциональном состоянии. Способен ли он вообще контролировать свои эмоции? И как он ведет себя в стрессовых ситуациях? Я бы особое внимание обратила на то, насколько свойственно этому мужчине обижаться или обвинять других людей. Потому что если в психике человека превалирует вот эта вот эмоция обиды, и мужчина постоянно обижается, какой он несчастный, да, какой он жертва, как все плохо, как все издеваются, все неправы, то это как раз говорит о том, что он очень инфантильный, и он не вышел из этого вот детского психологического возраста. Зрелый мужчина, он, возможно, тоже может иногда испытывать какое-то чувство обиды, но оно не является всепоглощающим, фоновым, и он не станет обвинять во всем других людей. Он будет искать ответы на вопросы внутри себя и думать, а в чем моя ответственность, почему так случилось? Еще инфантильные мужчины, они просто не выдерживают критики. И если вы его немножечко там заденете или конструктивно покритикуете, то вы получите в ответ либо большую обиду, либо большую агрессию. Есть категория мужчин, с которыми можно общаться только, знаете, как кота по шерстке гладить, только в одну сторону. И ни в коем случае ни слова им не скажи, или там не согласись с ними в чем-нибудь. Способность принимать конструктивную критику и выдерживать хейт, несогласие – это тоже особенность взрослого человека. Следующий признак инфантильного мужчины в том, что он не хочет брать ответственность за свои решения и за свои поступки. Он все как будто бы перекладывает на кого-то другого. Когда мужчина не хочет брать ответственность, он может вам заявить на первом свидании, что он предпочитает свободные отношения. И что он вкладывает в это понятие, тут тоже нужно прояснить. Такой мужчина, он может встречаться с вами годами, у вас может быть прекраснейший секс, но он не готов к серьезным отношениям. Вы даже живете вместе, и все равно он еще не готов и не созрел. Какой-то выбор он свой не сделал, и он боится последствий этого выбора. Есть истории, когда люди встречаются годами, а мужчина до сих пор не знакомит свою женщину со своей семьей, со своими друзьями. Более того, он прячет ее от всех, понимаете, как будто боится быть пойманным на том, что он в отношениях. И с моей точки зрения, это тоже инфантильное поведение, связанное с каким-то травматизмом, конечно же. Ну и тут нужно выбирать, хотите вы быть в таких отношениях или нет. Следующий признак, по которому вы можете распознать инфантильного мужчину, это его финансовое поведение и отношения с деньгами. Обратите внимание, как он распоряжается своими деньгами. Есть ли у него долгосрочные финансовые цели, планы. У него вообще есть деньги или нет, или он постоянно живет в долгах. Или его мысли строятся вокруг того, как побыстрее срубить бабла и жить на проценты. То есть мало вложиться и много получать, и больше в этой жизни ничего не делать. У таких мужчин есть склонность к импульсивным необдуманным покупкам. Например, может такой человек жить с мамой в какой-нибудь там хрущевке, однушке, а при этом ездить на какой-то дорогущей тачке, которую он купил в кредит и которую ему выплачивать 20 лет. Самый тревожный сигнал для меня, это когда человек живет на деньги родителей. И для него норма, что они его постоянно подпитывают финансово. И при этом у него нет никаких своих финансовых целей, планов, стремлений. И нередко вот такие истории случаются, когда женщина уже замужем за инфантильным мужчиной. И у них есть какие-то финансовые проблемы, которые требуют большого вложения денег. И жена говорит ему, смотри, нам нужны деньги на образование, на питание, на жилье, чтобы улучшить условия. Муж говорит, да, понятно, а где я тебе возьму? Ну у меня нету, жизнь такая. И дальше идет лежать на диван и переключать бесконечно каналы на телевизоре. То есть у инфантильного мужчины в картине мира нет такой возможности, что он заработает, что деньги есть. Он даже двигаться в эту сторону не хочет. У него нет вариантов, что только кто-то придет ему и даст. Придет к нему и скажет, смотри, ты такой классный, вот какая хорошая работа, на ней делать ничего не надо, но много платят. Вот, и это решит все твои проблемы. И еще один момент, я часто вижу в интернете просто баталии на тему, кто платит на первом свидании. Мне девушки очень часто рассказывают о том, что вот вроде бы классный мужчина, все хорошо. И на первом свидании оказывается, что он ее пригласил, позвал в ресторан на свидание, но она должна заплатить за себя сама. И это очень часто является последним свиданием в их жизни с этим мужчиной. Еще один момент, по которому вы сможете определить, инфантильный мужчина или нет. Это его отношение к работе и карьере. То есть, есть ли у него какие-то профессиональные амбиции, чего он хочет в этой жизни, какие у него цели, планы на эту жизнь. И что он делает для их достижения. Если такой человек долго не может определиться, часто меняет работу, все ему там не нравится, все на работе плохие, он постоянно жалуется на начальника, вот что он такой плохой, не дает ему зарплату, заставляет работать. Он с негативной стороны обсуждает коллег по работе, но при этом ничего не предпринимает для того, чтобы улучшить эту ситуацию, то, конечно, это признак инфантильного мужчины. И вы, связав свою жизнь с таким человеком, будете все время выслушивать, какой плохой начальник, коллеги и как все виноваты в том, что в его жизни происходит. И последнее, о чем я хочу сказать, очень важно оценить, какие у этого мужчины жизненные ценности и приоритеты. Он избегает серьезных разговоров о будущем, о том, какие у него планы, об ответственности, как он видит свою жизнь через 2-3 года, через 5 лет. Если человек не задумывается о будущем, нет у него каких-то целей, планов, перспектив, ну, таких достойных на ваш взгляд, то, конечно, это признак инфантильного мужчины. Справедливости ради стоит сказать, что все, что я сейчас перечислила, касается, конечно же, и женщин. И инфантильность это какая-то такая общая проблема на самом деле. От нее страдают и мужчины, и женщины. Если у вас есть проблемы в отношениях с инфантильным мужчиной, и если вы не знаете, что вам с этим делать, как эту тему трансформировать, то я буду рада поработать с вами и найти ответы на ваши вопросы. Записаться на мою консультацию вы можете по ссылке в описании под этим видео. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok